Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый влог! У нас сегодня 16 мая. На улице сегодня, кстати, обещают в ночь похолодание, даже заморозки. Так что какая-то такая переменчивая погода у нас. Весна в этом году прохладная. То есть, знаете, вот где-то примерно 15-16-17-18 градусов. Вот такая вот температура, но комфортная для жизни. В общем-то, нормально. Но вот вечером холодно сегодня будет. У нас сегодня наконец-то приезжает Саша. У нас его не было столько времени. Это просто вообще очень много. Мы заказали торт, сегодня сделали оливье, и еще и Руся сделала даже лазанью. Короче говоря, прям настоящий праздник-праздник. Потому что мы очень соскучились. И хорошо, что он... Ну, у него какой-то будет небольшой даже недельный отпуск сейчас. Немножко хотя бы отдохнет от работы, от всех этих переездов. В общем, один из таких вот элементов праздничного ужина это будет торт. Вообще, там внутри у нас медовик. Ну, смотрите, это фотопечать, это все съедобно. Наш Сашуня есть крепуся и даже буся. Ну, это наша тема, они раскроют. Да, да, да. Это наши прикольчики семейные. Да, да, да. Смотрите, как классно. Прикиньте, давайте потом в разрезе вам покажу, когда будем кушать. Но это вообще гениально. Просто гениально. Вот такая вот лазанья. Уже готова, ждет его здесь. Вкусная, классная. Ну, и оливье, наверное, где-то в холодильнике. Мы рисуем воду. И Руся очень хорошо пьет воду. Меня можно поругать, я плохо пью воду. Но где-то один стаканчик не дорисовываю везде. Ну, вот сегодня я выпила три стакана, надо закрасить. Не знаю почему, но как-то мне не удается прям выпивать нужное количество воды. Мы продолжаем заниматься каждый день. Либо после работы, либо когда есть там время, например, с утра. Так что, в общем-то, стараемся, по крайней мере, питание уже по чуть-чуть налаживаем. Мы уже гораздо меньше едим мучного, больше там овощи, фрукты, белок. А вот что касаемо спорта, он у нас прям чуть ли не каждый день. Ну, вот вчера день пропустили. Ну, хотя вчера мы, в принципе, довольно-таки там усердно там поработали. В том плане, что мы и убирались здесь, и на улице гуляли. Ну, короче говоря, все равно много калорий потратили. Но занимаемся каждый день. Я не взвешивалась, нужно взвеситься и посмотреть. Ну, мне как по ощущениям, мне кажется, я немножко скинула. Вот прям по себе, знаете, мне типа полегче немножко. Но как по весам, еще не знаю. Ну, и вроде так, знаете, вот по ощущениям, по вещам, как-то более получше себя чувствую. Вот. Друзья, ну, а у нас уже новый день. Сегодня 17 мая. И вчера приехал вечером Сашуня. Вчера у меня была такая неудачная работа. Я работала до 10 вечера. Ну, в общем, часов 11 я уже поела тортика. Здоровски он ехал через Гданск. В общем, сейчас расспрошу у него. Потом вам расскажу, как он прошел наземную границу. Потому что из Брюсселя он летел в Гданск с пересадкой в Варшаве. И вот расскажу, как прошел. Ехал из Гданского в Калининград на автобусе. Привез много шоколада настоящего бельгийского. Он, кстати, я прочитала, уже в комментариях написали. Да, оказывается, бельгийский шоколад в большей степени своем больше 50% какао. И действительно, я вам сейчас покажу. То есть он в основном черный шоколад. Не молочный. Знаете, как в моем понятии, ну, обычно же мы какой молочный там любим. Самый неполезный. И здесь прям какой-то шоколад. Даже такие стройные девушки нарисованы. Вот, смотрите. 94% какао, баланс. 72%. И все такие здесь бодрые, спортивные. 79%. А, это молочный. Это молочный. 79% какао. Прикиньте. Белый шоколад. В общем, тут вот этот вообще, мне кажется, невероятный какой-то. Он такой тяжелый. В общем, Саша где-то сказал, где-то вроде 115 евро потратил на шоколадки. Но покупал его в каком-то специальном магазине. 100% веганский шоколад. Короче, друзья, тут у нас шоколада просто заедется. Очень много. Я уже с утра попробовала вот такую штуку. Это тоже печенька на ней, шоколад. И там такая воздушная, знаете, прослойка. Очень вкусно. Ну, все прям, знаете, понравилось мне, конечно. Это тоже как зефирчик с молочным шоколадом. С какими-то этими хлопьями. Это тоже зефирчик. Надо попробовать латте, вкус латте. А вот эти шоколадки самые дорогие почему-то. Ну, я не знаю. Какие-то, наверное, какие-то туристические. Я не знаю. Не знаю. Они стоят... Вот одна шоколадочка вот такая. Стоит 4 евро. Представляете? Что в этом шоколаде? Наверное, из-за того, что он какой-то, мне кажется, ручной работы. Ну, вот. Так что у нас теперь вот такое у нас счастье шоколадное. Будем потихонечку-потихонечку уничтожать. Но, конечно, это не все сразу. Ну, удивительное дело, что, во-первых, везде пишут без этого, как пальмового масла, да, и, ну, прям здесь какой-то суперполезный шоколад. Типа того, что... Даже суперполезного шоколада много нельзя. Я уже поработала. У меня сегодня не так много работы. Вчера, вчера сильно много, вчера сильно долго работала. Прямо уже, знаете, уже вечером, вечером, когда работаешь, уже ничего не хочется. Уже когда еще около 10-9 вечера уже просто глаза закрываются, хочется спать, потому что глаза напряжены. Ну, и сегодня у меня работа в рано, с 8 утра была, и, в общем-то, поэтому 12 дней я уже свободна. Сегодня такой лайтовенький денек. Что сегодня хочу? Сегодня там, вот, набрала немножко водички родонодрон полить, потому что у нас, как таковых, дождей нет. И все равно мы сейчас поливаем цветочки, потому что, как бы, для цветов уже сейчас влаги не хватает, несмотря на то, что она, что они, ну, знаете, как бы это, ну, несмотря на то, что как бы еще прохладно, такой жары нет. Скоро у нас клумба наша будет уже в порядке, где-то уже после 22-23 мая, где через 5-6, у нас будет клумбочка наша, которая сюда выходит, наконец-то, уже будет с цветами. Вот, Виталий сейчас на работе, у него аллергия, аллергия не прекращается, и это уже поднадоело порядком, потому что в этом году у него, ну, очень-очень-очень сильная аллергия. Прям просто невероятно, с февраля месяца, с периодичностью уходит, приходит. И сейчас уже такая аллергия, что, знаете, уже доходит до вот кашля, до каких-то, как простудных заболеваний. Уже перепробовали все, и больницы были, и все были, но вот, к сожалению, ничего не помогает, потому что это вот, нет тепла сейчас, знаете, и вот этот вот мох, который цветет, он в этом году, прям, ну, из-за холода его, наверное, много, или как, я не знаю, как это организм реагирует, ну, в общем, вот, как-то так. Кстати, навела себе сейчас с Иван-чай с лимончиком, думаю, откроешь шоколадку, какую же, думаю, открыть. И что-то мне захотелось, вот такая, смотрите, меньше сахара, 79% какао получается, да, наверное. И это молочный шоколад, 100 грамм. Я думаю, ну, как интересно, 79% какао, как, думаю, насколько он вкусный. Такой ароматный, открыла, правда, отличается от шоколада, который, вот, знаете, ну, такой обычный, который наш покупаешь, ну, ну, в любой магазине, который наш покупаешь, он прям отличается по вкусу. Мне кажется, это на 79% меньше сахара, на 89% меньше сахара, потому что какао здесь, я посмотрела, 38%, а в черном шоколаде с апельсином 58%. То есть это, где 72% шоколада пьешь, что-то прям 72%, а это, мне кажется, на 79% меньше сахара. Ой, короче, хочется, конечно, открыть весь, но нет, это уже будет чересчур. Ну, съела кусочек, хватит, много не буду, иначе, как Виталий говорит, высыпется. Хочу еще вот этот попробовать по 4 евро. Кусочек съем, и все, ей спрячу, потому что это невозможно просто. И, кстати, я обратила внимание, что все шоколадки 100-граммовые, не 90, знаете, не 80, а именно 100 грамм. А это четко 200 грамм шоколадка. Тут уже видится, какая-то прослойка здесь. Ой, я сегодня вообще не выспалась, я вчера устала, сегодня не выспалась, капец. Ммм, с какими-то кисленькими штучками. Вкусно. Вкусно-вкусно. Кушать на камеру шоколад, это, конечно, еще то занятие. Надо прятать срочно. Друзья, мы приехали в областную стоматологическую поликлинику. Мы здесь первый раз, это на улице Клинической. И мы сегодня, то есть, что нам нужно сделать? Мы приехали не лечить зубы, нам нужно сделать КТ. И Руся будет делать КТ, а я с ней за компанией. А потом поедем на рынок и погуляем. Третий этаж? Сейчас третий этаж, а кабинет 36, 38, 36. Это кабинет на детальной пенаграфе, и 38, и один кабинет. Ну да. Ну, мы пойдем, узнаем. Нет очереди в этот кабинет. Там такая очередь огромная, куда-то в другой кабинет была. И Руся в 38-й, где КТ делает, вообще ни одного человека просто зашла и сделала. Это прикольно. Я встала, закусила какую-то штуку, и вокруг меня такая штука проехала. А тебе все в зубу? И мне так вот какими-то палочками прижала, короче, прикольный. Такой, знаете, как у тебя в технологии. Мне пришлось все снять. Силочки, цепочку. Слушай, ну быстро, вообще быстро, просто идеально. Я думала, что нам еще в очереди стоять. Это улица Клиническая. Здесь, кстати, до Верхнего озера, можно сказать, рукой подать. А, ну вон, да, музей интерьер. Ага, да. Такое местоположение хорошее. А, кстати, вот что можно сказать по поводу клиники. Хороший ремонтик, современненькая такая, да? Все так прям, не знаю, нормально очень. Ну, я ходила не прям в эту, я ходила на другой улице, там тоже очень хорошо. Он был как будто в частной клинике. Да, да, как будто частная клиника. Ломба, американцы, видео. Ну, и отношения нормальные, правда же, такое. Тоже. Да, они очень добрые. Летка такое встретишь в больнице. Так что для государственной клиники очень даже неплохо. На площади маршала Василецкого уже цветочки посадили. Прям симпатичненько. Это что за такие цветочки красивые? А, ну это тоже типа такие вот как... Они очень на глазки. Они очень на глазки, ага. Но они маленькие пока еще, они, наверное, потом уже будут крупненькие. Сейчас просто пока, наверное, это... Дождей нет, и они такие грустные. Но так их много очень, конечно. Прикольно. Газончик бы засадили нормальный здесь. Ага. Прям пахнет водичкой-водичкой. Да, сразу хочется покупаться. Да, но холодно. Видите, даже вода такая добра. Вот там катамараны. Вот как они интересны, как ухо. Ну да. Да, но их не сильно много, да? Обычно если жарко, то тут уже народу бы... Ты пугай, а какая тень нет. Я тоже. Самые бесстрашные. В общем, сегодня 13 градусов и сильный ветер. Я даже капюшончик одела. Потому что ветер холодный, а не теплый. Ну да. И особо выше туристов особо нет, да? Потому что, ну, если холодным, даже ветер. Да, да, да. Ой, зашли мы в парк Юность. Народу, видите, мало, холодно. Ну и время, наверное, 16.52, а оно еще и вторник. Ну, мы зашли. Здесь какие-то вкусные сырные шарики есть. Творожные. Творожные, да. Сейчас посмотрим. Я у меня вот этой штуки прокатилась, которая по всему парку ездит. Давай прокатимся. Это как называется? Не знаю. А это вообще для взрослых поскольку? Ой, я не знаю. Может, это только для малых. Шаурманс. Шаурманс. Банановый Рай Маунгли. Ну, так у вас там, когда никого нет, ни очередей, ничего. Можно спокойненько кушать. Ну, есть их твистер, дионер всякие. Грибной классика. Выбираем просто что-то. Хочется перекусить. И уже потом в магазин зайдем и дома будем готовить. А то мы чуть не покушали, совсем ничего. Ну, кроме я, как там шоколада понадкусывала. О, вот они, эти творожные штучки, которые понравились Русе. Они с яблуком, с вишней, с сахаром, с корицей. Ты с чем брала? А, Даша брала с какао. Ой, с какао, с кармелькой. Ага. Сейчас я, Саша, спрошу, может, он тоже захочет. Ну, возьмем домой. Немецкие творожные пончики. А, не хочет? Противные. Какие возьмем? Ну, давай, ты какие хочешь. Давай любые. Как они выглядят, то есть все-таки и прочные. Но они крупненькие, я думала, они поменьше. Но они очень директивные, три типа. Они даже не тяжелые. За счет творога очень такое получается тесто мягкое, такое, нежное. А еще такой интересный литовский торт. Там сказали, что он тут приготовлен по супер-рецепту. Правильно приготовлен. В общем, там, всяких ГМО, там, и всяких ешек. 250 рублей вот в коробочке. 24 градуса в четверг. Сейчас очень холодно. Мы сейчас, это, хотим там на одной кочельке покататься. И бегом бежать в магазин и домой. Наверное, даже домой поехать на такси, потому что, ну, холодно. Прям, ребята, вот прям холодно. Мы сейчас взяли лимонад со льдом. И просто реально уже ощущаешь, что ты замерзаешь просто. Вернулись, пройдемся через верхнее озеро. И пойдем в спар, который на площади Маршалова-Селеского. У нас уже включили фонтаны. Ну, их давно уже включили, конечно. Ветро все сдувает воду. Да, 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 кстати. А вы знали, что всего глубина верхнего озера 20 метров? Представляете? Иногда больше. Да, иногда даже больше. Вот сейчас 20, там отметочка есть. Я не думала, что она такая глубокая. Я думала тоже метра 3. Ага. 20 метров это очень глубоко. Да, да. Обалдеть. Ну, просто представляю, допустим, вот этот вот дом, вот этот, сколько он метров, интересно? Да, меньше, чем 20. Просто капец. Так глубина вниз. Просто капец. И тут не катается. Я представляю нашу дынгинскую 16-этажку. Это вниз, вот, грубо говоря. Жесть. Так вот. Сейчас Ируся в магазин побежала, а мне здесь курьер доставку сделал. Смотрите, что Ируся наша купила на озоне. Ну, во-первых, протеиновые печеньки. Мы их уже много раз брали. Очень вкусно. Это малина и крем. Ну, такой крем-сырный крем. Очень вкусно. Ну, классно, правда. Я уже один съела. Вкусненький. Все, уже шоколадо по минимуму кушаем. Ну, и, в общем, смотрите. Я заказала, иначе, вафельницу. Для чего? Ну, типа венские вафли делать, бельгийские. В общем, на одну вафельку наливаешь. Одну вафельку приготовила. Все. Она стоит тысячу рублей. Я, конечно, думала, что она немножко побольше. Но, в принципе, ладно, нормально. Мы, знаете, для чего думаем, какие вафельки делать? Ну, даже тот же самый овсяноблинчик, да? То есть развел, и вот будет красиво, вкусненько. И можно готовить. Наверное, Ируся звонит, спрашивает, получила ли я доставку или нет. Да, да, Ируська звонила. Она говорит, доставку вам принесли, вы получили. Я говорю, да, я уже тут снимаю. Показано. Очень прикольно выглядит. Но вот такая вот вафельница на одну порцию, скажем так. Ну и жидкий уголь. Жидкий уголь это от аллергии. Такой сорбент. В общем-то, сейчас папа придет и тоже будет пить. Виталий будет пить, потому что у нас же аллергия. Нужно что-то с этим делать, короче говоря. В общем, это... Боремся всеми способами. Вот жидкий уголь какой-то новый. Сейчас Виталий придет, я ему разведу. Сегодня у нас четверг, 19 мая. Мы отработали вечер. Не знаю, сейчас 6 часов полшестого вечера. На улице очень тепло. Сегодня плюс 23 градуса первый день. Я сначала хотела одеть спортивный костюм, потом что-то мне, Русик, говорит, сильно жарко. Правда, здесь вообще прям настоящее лето. Мы идем за овощами, фруктами, и сегодня вечером хотим пожарить шашлычок. Слушайте, ну какая здесь высокая сирень. Это просто деревья сирени. Ну вот в снежном там у мамы маленькая такая, да, кустики? А эта вот, куда, огромная. Я не знаю, она так пахнет. О, белая классно пахнет. Вообще, смотрите, ну, красотища. Вот овощи, фрукты идем. Нет, цепочки плотные. Посмотрим цены, что почем. Друзья, ну вот, мы пришли, живо овощи, фрукты. Мы здесь взяли огурчиков, помидорчиков. Огурчики такие хорошие взяли за 250 рублей. Не знаю, смотрите, лимончик такой вот хороший тоже. Клубника у нас 600 рублей. Красивенькая такая. Помидорчики по 300 рублей взяли. Перчик взяли тоже по 400 рублей. Ну, в общем, тоже набрали. Ананас такие красивые. Морковка молодая, 150 рублей за килограмм. Лук у нас 80 рублей. И вот картошечка молодая тоже 250. А кабачки? Кабачки свеженькие у нас 180 рублей за килограмм. Арбузики уже есть. Арбузики две красивые. 180 рублей тоже за килограмм. Блин, ну он мощный. Ну, мощный, конечно. Ну да, она еще на ранний сезон. По-любому. А вот яблочки, 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 яблочки 160. Ну все, мы теперь спарим. Опа. Спарим. Кстати, вода нужна по 120 в паре. А мы здесь сколько взяли? Ну, чуть-чуть, может, дороже, наверное. А перец 369 здесь. А мы за 400 взяли. А кабачки здесь 99, а мы за 180. Ну там, мне кажется, посимпатичнее. Ну да, согласна. Согласна, согласна. Мы еще взяли спаржу. А это дороже на 79. А, ну мы сейчас спаржу взяли. Там килограмм 1000 рублей, а тут получается больше. Ну да. У нас какая-то местная спаржа. В общем, как-то приготовим, попробуем. Может быть, еще апельсин не сезон сейчас, да? Не знаю. Я точно не кучу апельсина после сного голода. А, ну я тоже не хочу, нет. Это тоже не особо. У нас еще есть авокадо. Ну, авокадо нормально. Ладно. Ну, какое. Ну, эти что-то нектарины еще, да, жесткие. Они еще вообще никакие. Ну, бананчик. Бананы хорошие у них мы взяли, в принципе. Хлебушка этих багетиков. О, этот сок здесь по 99.99. Отличная цена просто. Готовые две салатцы за 99.90. И такие вот. Ой, ой. Сейчас ломалось. У нас сейчас будет много флаг. А здесь лосось атлантический с головой потрошенный. 900 рублей килограмм. Но он с головой. И вот, ну, одна рыба где-то вытягивает на 2500. Нам очень понравилась такая творожная масса новая. Видите, без упаковки. Вот такой персик манго. А где они производят? А, ну, это гусемолоко. Это наше местное. Да, это вкусно. Оно у нас по 68 рублей, кстати. Там по 69 котлет овощные. О, ну, мы еще не готовили свои котлеты, кстати. Овощные, да? До сих пор. У меня еще, кстати, даже чудо есть. Вот такой вот творожочек. Друзья, ну, а мы уже дома. Я, наверное, буду заканчивать наш флог. Такой он получился, знаете, из нескольких дней. Там небольшие такие моменты из жизни. Но вот именно сейчас, конец мая, сейчас у нас очень много работы. Потому что выпускные. Последние звонки. Но выпускных еще нет. Ладно, последние звонки. И поэтому довольно-таки много работы в плане ресниц. Но я вам всегда говорила, что когда много работы, это хорошо. И, в общем, какие-то моменты, когда там было что-то поснимать, я всегда беру камеру и снимаю. Надеюсь, что вы посмотрели этот влог, зарядились каким-то позитивным настроением, позитивом. И, конечно же, продолжим для вас снимать. Продолжим снимать влоги. Немножко они реже сейчас выходят. Но, тем не менее, YouTube-канал в любом случае, на нашем YouTube-канале в любом случае будут выходить влоги. И, как и раньше, влоги о нашей жизни в Калининграде. Ну, а вам огромное спасибо, что вы смотрите. Спасибо огромное, что поддерживаете, комментируете. Большое-большое, друзья, спасибо, что вы у нас есть. И увидимся в следующем влоге. Давайте. Пока-пока.